Зима в Простоквашино Письма из Простоквашино С жарким летом всегда хочется, чтобы пришла зима и побыла с нами хотя бы один день. И эта желанная зима кажется такой красивой, солнечной, одним словом, мороз и солнце, день чудесный. А когда зима приходит, она часто бывает совсем не такая. Сплошные метели, заносы да заморозки. И каждый год дядю Федора зимой в Простоквашино не пускали. Нечего ему там делать, зимой в Простоквашине одна простуда живет. А Шарик с Матроскиным в Простоквашине круглый год проводили. И лето, и зиму, и осень, и все в одной одежде. И ничего, не простужались, не кашляли даже. И вот однажды, зимой, дядя Федор с Простоквашино сразу два письма получил. Первое письмо было от Шарика. Дорогой ты наш отец, дядя Федор. От этого Матроскина жить я совсем не стала. Раскомандовался. Только и слышишь. Пади, принеси, подай, сходи в магазин, сбегай на почту, поруби дрова, вымой за собой посуду. У меня посуды, одна миска. И мыть ее нечего, языком облизнул, и все. И дрова мне не нужны, мне в моей шкуре и так тепло. В общем, если ты не приедешь, я его кусать начну. Ну, а в остальном мы живем хорошо, можно сказать, дружно. Только вот спорим часто. Вот уже неделю целую спорим. Кто должен дверь закрыть? Матроскин молоко пролил, и в доме скользко стало. Мы-то привыкли, а другим трудно. Теленок Гаврюшев в дом вошел, ноги разъехались. Он второй день в синях лежит. Он тяжелый, его не поднять. Мы его в доме сеном кормим. Пусть Айон Печкин вошел, поскользнулся и сразу под стол въехал. Очень смешно. Лежит, сердится, говорит, правильно вы дверь не закрываете. На улице теплее, чем у вас. Пусть к вам с улицы тепло идет. Вот, дядя Федор, прикажи Матроскину дверь закрыть. А? Твой вечный друг, Шарик. Второе письмо было от Матроскина. Дорогой наш дядя Федор, от этого Шарика житья совсем не стало. Ничего делать не хочет, только с фоторужьем бегает. А когда убегает, так спешит, что дверь ему закрыть некогда. Увидел кабана в огороде и помчался за ним с фоторужьем по сугробам. А кабан-то наш простоквашинский, не шибко грамотный. Он фоторужье от простого не отличает. Он думал его стрелять хотя. И целый день гонял нашего охотника по полям. И пришел он весь мокрый, с ногами под кровать залез. А дверь закрыть у него, видите ли, сил не было. А я ему не прислуга. Почтай он, Печкин, к нам приходить перестал, потому что однажды поскользнулся и заехал под стол. Он говорит, что на улице теплее, чем у нас в доме. — Дядя Федор, я тебя предупреждаю. Если, Шарик, завтра не закрой дверь, я перееду в коровник к корове Мурке, там на три градуса теплее. А Шарик пусть здесь вот замерзает. У нас в доме, особенно на кухне, настоящий полис холода получился. Молоко у нас по всем лавкам куличиками стоит, и тону твердый, я его из ведра целиком вытряхываю. Любящий тебя, кот Матроскин. Дядя Федор эти два письма прочитал, жутко расстроился. Он письма папе показал, а папа говорит, «Э, дядя Федор, дядя Федор, сын мой, у твоих друзей дела плохи, а у меня еще хуже. Меня сынок, наша мама, разлюбила». Чего-чего? А уж этого дядя Федор не ожидал. Он даже опешил. А почему? Почему ты, папа, так решил? Такие вещи не скроешь, говорит папа. Вот скажи мне, сын мой, когда ты последний раз видел котлеты с макаронами? Вчера видел, говорит дядя Федор, и позавчера видел. Да вообще каждый день я их вижу, потому что мы с тобой, пап, уже недели как ходим ужинать в столовую. Теперь ты все понял, сын мой. Нет, пап, при чем тут котлеты с макаронами? А при том, что наша мама целыми днями где-то пропадает. Как с работы приходит, так сразу куда-то уходит. Я ее спрашиваю, в чем дело. Она говорит, это сюрприз. Ну и что? А может, и в самом деле сюрприз, говорит дядя Федор. Знаю я этот сюрприз, говорит папа. Он у них в магазине секции готового платья заведует. Здоровый такой мужик, лысый, в обед все на гитаре играет. От такой информации дядя Федор даже запечалился. Если мужик готовым платьем заведует, он на гитаре играет, он, конечно, перед папой явное преимущество имеет. Он может в себя их маму влюбить. Дядя Федор говорит. А давай, пап, мы тоже на гитаре играть выучимся. Не смеши меня, дядя Федор, говорит папа. Если любовь ушла, ты хоть на гитаре играй, хоть на балалайке, хоть на трубе, ничего уже не получится. Дядя Федор спрашивает. А есть что-нибудь, папа, что ты умеешь лучше всех делать? Есть, говорит папа. Я лучше всех умею узбекский плов готовить и петь песню одну. Ха, смуглянка. Наверное, не знаешь их. Вот что, сказал дядя Федор. Скоро Новый год, мы все вместе в Простоквашино уедем. Будем там на лыжах кататься, печку топить, а в Новый год карнавал устроим. Ты нарядишься кем-нибудь, будешь вкусный плов готовить и свою эту смуглянку будешь петь. Мама тебя снова изо всех сил полюбит. Эта мысль сильно понравилась папе. А на чем мы поедем? В Простоквашино ведь электрички не ходят, а с автобусами зимой перебои. Ха, а наш Запорожец на что? Ой, ой, говорит папа, это же умственно отсталый автомобиль. Его сразу устарелым изобрели. Это авточудо не для езды, а для ремонта предназначено. «Ремонты всегда сближают», — спорит дядя Федор, «а потом у нас целая неделя впереди есть. Мы его так к понедельнику отладим, что он у нас в Мерседес превратится, в Мерседес-бенц». И папа согласился. Главное было маму на праздники от этого сюрпризного мужика оторвать. И стали они с папой по вечерам с Запорожец в порядок приводить. А так как в гараже холодно, они все, что можно, домой тащили. И колеса домой, и крылья домой, и карбюраторы-генераторы тоже домой. В другое время мама им такое устроила, но сейчас она ничего не замечала. Она приходила, запиралась в большой комнате и что-то все время пела. Письма в Простоквашино В Простоквашино пришло срочное письмо. Почтальон Печкин не очень хотел идти в этот спорный дом, но делать нечего, служба есть служба. Он вошел в открытую дверь, положил письмо на стол и вышел. Вернее, выехал, потому что все, кто входил в дом, не ходили, а скользили по полу. Кот Матроскин взял письмо и стал вслух читать. Дорогие Матроскин и Шарик, пишет вам папа и дядя Федор. Как же так получается? Мы на вас так надеялись, а вы устроили ссору, безобразие. Все! С этого дня ваш дом переводится на военное положение, и все-все в доме будет делаться по приказу расписанию. В письме находился приказ расписания. Он был такой. Приказ расписания. Первое. Подъем в 7.30. Ответственный Матроскин. Второе. Завтрак в 8.25. Ответственный Шарик. Поедание совместное. Третье. Топка печки в 9.00. Ответственный Матроскин. Четвертая. Доставка дров. Ответственный Шарик. И так вот был весь день расписан. А в конце папа и дядя Федор писали Шарик и Матроскин. Если у вас все будет в порядке, мы всей семьей приедем к вам на Новый год и подарки привезем. Шарику. Ошейник с медалями. Матроскину. Радиопередатчик для коровы Мурки. Вместо колокольчика. Чтобы он мог ее в любое время найти с помощью радиоуказателя. Очень модная штучка. На Западе. Все коровы носят. А почтальону Печкину японскую собачку-шицу. Очень лизучую. Для наклеивания почтовых марок. Мы помним, что дядя Печкин давно хотел завести зверюшку. Он говорил, ты приходишь домой, а она тебе радуется. Ждем от вас ответа. Папа Дима и его сын, дядя Федор. Шарик выслушал письмо и сразу сказал, если у меня ошейник будет с медалями, я совсем другой собакой стану. У меня столько благородства появится и смелости, что на двух английских лордов хватит. Благородство и смелость не от медалей появляются, ворчливо ответил Матроскин, а наоборот, медали от них идут. Это только вот у народных артистов смелость от медалей возникает. Шарик, наверное, сказал, ты это от зависти говоришь, потому что котам и кошкам медалей не дают. Коты и кошки сами медалей не хотят. Почему? Удивился Шарик. Потому что с медалью мышь никогда не поймаешь. Гремит она сильно. Это все равно, что с колокольчиком на шее за мышью гоняться. Позвали они почтальона Печкина и письмо ему прочитали. Печкин сразу сказал, мне очень нравится приказ расписания. Я сам себе такой же напишу и на почте повешу. И хорошо, что папа с мамой приедут. Только вот я лизучей собаке шицу боюсь. А чего ее бояться? Удивился Шарик. Это очень полезная собака. Утром ты еще не проснулся, а она тебя уже облизывает всего. Умываться даже не нужно. Не знаю, не знаю, говорит Печкин. К усачим собакам я уж привык. Я знаю, как с ними разговаривать. Тем более, скоро лучшим почтальонам нашим газовые баллончики будут давать против кусания. Ты на собаку прыснул, и она спит пять минут, как дохленькая. Когда мне такой баллончик набьют, я его хочу на вашем шарике испытать. Это очень негуманный метод, огорчился Шарик. Я читал, что в Свердловской области лучше придумали. Там почтальоны такие специальные липучие сосиски дают. Собак сосиску хватит зубами, а разжать их уже не может. Хе-хе, нет, говорит Печкин. Это не для меня. Я за день три деревни обхожу, сто дворов. Это же сто сосисок с собой носить надо. Это же целая тележка получается. Баллончик все-таки лучше. Он на Шарика так многозначительно посмотрел и добавил «И значительно воспитательнее». В общем, после этого письма у Матроскина и у Шарика жизнь немного улучшилась. А к Печкину пришло отдельное письмо. Уважаемый Игорь Иванович, пишет вам папа дяди Федора. Вот о чем я вас прошу. Если у Матроскина и Шарика конфликт выйдет за разумные пределы, вы мне об этом сообщите, пожалуйста. А самые лучшие, попробуйте их помереть. Надо, чтобы они наладили контакт. Ваш папа Дима – папа дяди Федора. Дядя Федор наводит мосты. Дядя Федор долго голову ломал. Как же так получается? Мама любила, любила папу, а теперь вдруг раз и нет разлюбила, видите ли. Он решил с мамой поговорить. Он начал так издалека. Мам, в последнее время ты какая-то не такая стала. Да и мама совсем другая сейчас. Мама Рима в зеркало на себя посмотрела и вяло так спрашивает. Ты находишь, дядя Федор, это что, очень заметно? Очень заметно. Ты дома почти не бываешь. Почему это так, мама? Понимаешь ли, дядя Федор, мне кажется, один человек, очень для меня важный, ко мне сейчас не так хорошо относится, как раньше. Это папа? Не будем уточнять, говорит мама. Только ты скажи мне, дядя Федор, когда ты в последний раз в нашем доме букет роз видел. Дядя Федор задумался и отвечает. Я их тогда, мама, видел, когда к нам в гости такой толстый и притолстый дядя приходил из твоего магазина. Мама продолжила. Хорошо. А когда ты в последний раз видел бутылку шампанского? Тьфу, тогда, отвечает дядя Федор, когда этот толстый дядя второй раз к нам пришел. Вот видишь, вот видишь, говорит мама. А мои любимые шоколадные конфеты, Мишка, на севере, когда ты в последний раз наблюдал? Два дня назад, говорит дядя Федор. Мама даже поразилась. Это где? Ты их видел? На кухне, на большом столе. И что они там делали? Допытывалась мама. Они там стояли. Их папа с домоправляющей тетей Дашей ели вместе с чаем. Вот видишь, говорит мама, для управляющей тети Даши у него все есть, и время, и шоколадные конфеты. А потом таким, как будто спокойным голосом спрашивает, а не заметил ли ты, дядя Федор, сколько лет этой домоуправляющей даме? «Заметил», — отвечал дядя Федор. «Ей нисколько лет. У нее уже годы кончились». «Как?» «Так», — удивилась мама. «Очень просто», — говорит дядя Федор. «Она сама сказала. «С тех пор, как я на пенсию вышла, я свои годы считать перестала. У меня нет возраста». «Эти великовозрастные дамочки так и глядят, как бы чужого мужа отбить», — подумала мама. Но, судя по всему, у нее от сердца отлегло. Она даже какую-то песню мурлыкать стала, а дядя Федор к папе пошел и спрашивает. «Пап, скажи мне, пожалуйста, когда ты последний раз в нашем доме букет с розами видел?» «Да никогда», — говорит папа. «А почему?» — спрашивает дядя Федор. «Потому что с тех пор, как я женился, у меня все взгляды переменились. Я считаю, что самый ценный подарок для женщины — это мешок картошки». «Знаешь, сколько мешков я для твоей мамы перетаскал», — дядя Федор говорит папе. «Вот что, папа, хоть час и зима, ты все-таки про букет роз подумай немного. Это так хорошо иметь розы на Новый год». Папа расстроился. «Эй, дядя Федор, дядя Федор, что ты такое говоришь? Да если бы твой кот Матроскин сейчас тебя услышал, он бы тебя уважать перестал. Ведь зимой за один букет роз можно три мешка картошки купить». И оба они про кота Матроскина и про шарика вспомнили. Телеграмма из Москвы В избушке дядя Федора было тепло и уютно. В печке трещали дрова, достав к шарика, и варился обед. Ответственный Матроскин. Они готовились к совместному поеданию. Почтальон Пешкин был тут же рядом, грелся после разноски писем по заснеженной деревне. Кот Матроскин крупными шагами ходил по избе, как политической ссыльной, и говорил вслух. «Безобразие! На дворе капитализм построили, а у нас одна пара валенок на всех, как при разведом социализме!» «А почему так получается?» спрашивает почтальон Печкин. «У вас, что, средствов не хватает? У вас денег нет?» «Деньги у нас есть!» отвечает Матроскин. «У нас ума не хватает!» «Говорил я этому шарику, купи себе валенки!» «Так нет!» «Он кеды купил!» «Тоже мне охотник-спортсмен для сельской местности!» «Лучше бы парашютным спортом занимался!» «Или альпинизмом!» «А там что?» «Платят больше?» поинтересовал Спечкин. «Там смертных случаев больше», объяснил Матроскин. «Ну, как говорится, что касается одежды, заметил почтальон Печкин, то наша простоквашинская национальная одежда простая. Это тело грейк на вате с поясом, двальники с колошами из противогаза. У нас зимой даже студенты в кедах не ходят». «А что так?» «Стесняются, что ли?» спросил Шарик. «Нет, — ответил Печкин. «Они замерзают!» Потом Печкин говорит, «А что это вы, уважаемые граждане, со мной разговариваете, а друг к другу не обращаетесь?» «Да как же с ним разговаривать, говорит Матроскин, когда это не пес, а пенек с хвостом? Он приказ расписания дяди Федора нарушает». «Не может быть!» говорит Печкин. «А как же он его нарушает?» «Да так!» «Там написано в 14.30 мытье посуды, а не облизывание. Так это лохматый тип сегодня всю посуду языком облизал и полотенцем незаметно вытер». «А что дальше было?» «Я ему замечание сделал, что дяде Федору скажу, так он меня продажной шкурой назвал». «Ха!» «Вы не должны жить, как кошка с собакой», говорит Печкин. «Вы должны друг с другом дружить и разговаривать». «Не могу я с ним разговаривать», ворчает Шарик. «У меня язык не поворачивается». «А давайте, давайте мы ему письмо дружеское напишем», предлагает Печкин. «Вам делать нечего, вы пишите», ответил Шарик. Печкин достал из почтовой сумки ручку бумагу и начал писать письмо Матроскину. «Дорогой мой Матроскин». «Так правильно?» «Правильно», говорит Пес. «Я тебя обругал с дуру. Больше не буду». «Как это не буду?» взбудился Пес. «Когда у меня нервы взвинтятся, я ему не такое скажу». «Ладно, ладно, ладно». Понял Печкин. «Запишем так. Я тебя обругал с дуру и еще буду». «Так правильно?» «Так правильно», соглашается Шарик. «Теперь о чем будем писать?» «Не знаю», говорит Шарик. «О чем хотите, потом и пишите». «Ну, когда не знают, о чем писать, о погоде пишут», говорит Печкин. «Ну вот, пишите о погоде». И Печкин стал продолжать. «Погода у нас хорошая. Мороз и солнце. День чудесный». «Какая хорошая!» «Какая чудесная!» кричит кот. «Метель третий сутки нос высунуть не дает». «А вы не мешайте, гражданин кот», остановил его Печкин. «Когда будете ответ писать, вы про свою погоду напишите. Не буду я ему письмом писать, сердит скот, он и читать-то не умеет». В это время мимо окна грузовая машина почта проехала. Печкин как закричит, «Стой, стой!» «Назад!» «Че это так?» «Назад?» спрашивает Шарик. «Ничего», отвечает Печкин. «Застрянет сейчас. Там снега у почты набралось с метр, и никто убирать не хочет. Никому дела нет до нас, почтальонов». И точно машина завязла. Матроскин, Шарик и Печкин на улицу выскочили. На улице красиво. Снежинки падают, каждая размером с блюдцей. И мороз не очень сильный, 30 градусов всего. И дрова лежат березовой под навесом. Благодать! Но почтового шофера Олега Харитонова это все не радовало. Он вообще-то природу любил, даже очень любил, но когда с машиной неисправности были, он обо всем на свете забывал. Он тогда говорил, «По мне, японской городовой, этой природы хоть бы вовсе не было!» И вот он толкал машину, толкал, и Шарик с Матроскиным толкали, и сам Печкин толкать пытался, все без толку. «Ну, все, — говорит Печкин шоферу, — теперь вы здесь до весны жить будете». «Это как так?» «До весны поразился шофер Харитонов. Я колобля! У меня же семья в городе, работа! Мы трактором машину вытащим!» «А так, — отвечает Печкин, — у нас населения одного трактора не осталось, все трактора в город уехали!» «Почему это не осталось, — кричит Матроскин, есть у нас трактор, тратармитя его зовут». Побежал он в сарай, тратармитю завел, еще корову-мурку из сарая вывел и теленка-гаврюшу. Так что к двадцати лошадиным силам трактора еще две коровьих силы прибавилось, одна котовая и одна собачья. Кое-как вытащили они бедный грузовик, чтоб шофер до весны не мучился здесь. И тут шофер Харитонов говорит, «Вот что, почтальон Печкин, вам телеграмма!» А телеграмма была не почтальону Печкину, а шарику с Матроскиным. Готовьтесь к встрече нас и Нового Года! Чик! Мы к вам едем на Запорожце! Чик! Папа и дядя Федор! Чик! И все обрадовались, про ссору забыли думать и начали думать, как лучше Новый Год встречать! Капы не было зимы в городах веселых Никогда б не знали мы этих дней веселых Не кружила малышня возле снежной бабы и пекляла бы лыжня Капы 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 не пекляла бы лыжня Капы 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 не было зимы А все время лета мы б не знали путь дерьмы новогодней этой не спешил и Дед Мороз к нам через ухамы Лед на речке не зовет Капы 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 Лед на речке не зовет Капы 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 не было зимы в городах веселых Никогда б не знали мы этих дней веселых Неожиданности от мамы Римы Новый год неумолимо приближался как скорый поезд к станции Был спокойный домашний вечер Папа и дядя Федор ремонт запорожца заканчивали Папа бензиновую печку в тазу перебирал Дядя Федор запасное колесо накачивал А мама в десятый раз одну и ту же музыку по магнитофону прослушивала Папа спрашивает маму Ты где будешь Новый год встречать в семейном кругу или в магазинном Мы с дядей Федором решили в Простоквашино ехать Мама на это отвечает Да вы сами подумайте Я живу у вас как крестьянка крепостная У меня есть четыре платья вечерних с блесками А показывать их некому Я хочу на людях Новый год встречать Там, где много музыки и света В подвале дома журналистов Я хочу чтобы люди мои платья видели Папа говорит Может быть мы эти платья без тебя в этот подвал дома журналистов пошлем Пусть их там людям покажут а ты с нами в Простоквашино поедешь Ни за что сказала мама Куда платья туда и я И тогда мама открыла свою тайну Вы как хотите А у меня выступление на центральном телевидении В подвале дома журналистов будут новогодний концерт участников самодеятельности снимать Я уже полгода как один номер с нашим менеджером по колготкам репетирую Дядя Федор даже поразился Во Какая у нас мама замечательная А папа задумался Интересно Сколько лет этому менеджеру по колготкам И кто он Блондин или Брюнет Жгучий Как будто это имеет какое-то значение для колготок Дядя Федор спросил После выступления на последний электрический Разве нельзя к нам в деревню приехать А мы тебя около станции встретим Я конечно люблю простоквашин говорит мама Но не до такой степени чтобы в вечернем платье в электричках разъезжать Это верно заметил папа Сейчас простоквашины зима Там надо вечернюю телогрейку с блестками надевать и вечерние валенки на высоком каблуке Они конечно расстроились что мама с ними не будет но твердо решили что отступать не станут и во что бы то ни стало доедут до простоквашина Простоквашина готовится Когда телеграмма из Москвы пришла Шарик и Печкин очень обрадовались а Матроскин сразу насторожился А почему это мамы в этой телеграмме нет Че-то здесь не так Но он особо эту мысль обдумывать не стал Он просто решил взять командование в свои руки На следующее утро ближе к полудню он грозно так сказал Шариков Ваша охотник 30 число на дворе завтра Новый год Бери ты в лапы пилу и топор и отправляйся в лес новогоднюю елку добывать А мы с почтальонным печкиным будем сибирские пельмени готовить или новогодний деликатес макароны по-флотски Шарик не согласен Мне жалко елки рубить они такие красивые Ты не о красоте думай о том что они бесплатные кричит кот Сейчас между прочим время настоящей экономии наступило значит все бесплатные надо брать как можно скорее Он опять лапы за спину положил и по избе прошелся и все ворчал Он о красоте думает А нас кто подумает Антон Пал Чехов да или Федор Ван Шаляпин почтальон Печкин спрашивает разрешите поинтересоваться Это кто это такой Антон Палыч Чехов будет Не знаю Отвечать Матросским Только так пароход назывался на котором мой дедушка плавал А кто такой этот Федор Иванович Шаляпин Тоже не знаю Как другой пароход звали Ну наверное один был шахтер прославленный а второй молотобоец решил Печкин или они оба были почтальоны знаменитые Я думаю они были очень хорошие люди сказал Шарик раз их именем прохода назвали и они ни за что бы не стали елки рубить А что бы то они стали делать Они пошли в магазин искусственную елку купили говорит Шарик они бы из всяких масок купили хлопушек и косточек чтобы на елку ешьте и тут в дверь постучали и как раз входит человек в маске с искусственной елкой в руке и говорит угадайте кто я простоквашенцы хором сказали Антон Палыч Чехов и вовсе нет говорит гость Печкин Матроскин и Шарик сразу догадались Федор Иван Шаляпин а это был папа дяди Федора а где же дядя Федор он в машине сидит мы в снегу застряли у вас простоквашенцы сразу обрадовались дружно побежали машину вытаскивать ветер воет снегом и дорогой простоквашенцев забрасывает но они смело тянут машину сквозь темноту и колючую пургу ну просто как бурлаки на Волге ездовые собаки это я знаю говорит Патроскин но же были ездовые коты с этим я в первый раз сталкиваюсь ничего ничего говорит папа у нас дороги такие что ездовые академики встречаются я сам видел папа веселится шутит а глаза у папы грустные машину они очень быстро дотащили даже тратармитя не понадобился вошли они в дом и папа стал подарки раздавать это тебе шарик ошейник с медалями кожаный с носу ему нет а медали за что спрашивает печкин за разное есть за слух есть за нюх есть за двадцатипятилетие трактора экспорта есть за спасение утопающих мне эти медали один полковник собаковод подарил но он же никого не спасал никаких утопающих возмутился матроскин зато меня самого спасали отвечает шарик я сам был утопающим мне за это медаль надо тут печкин вмешался а где это вот моя лизучая собачка шицу тут дядя федор сразу про собачку вспомнил и к машине побежал вместе с папой через пять минут они приходят и собачку приносят вместе с бампером от запорожца оказывается собачка бампер лизнула и примерзла к нему долго ее вместе с бампером на печке держали пока она от бампера не отлепилась печкин тут же собачку взял и за пазуху засунул это моя собачка я ее никому не отдам матроскин спрашивает а где же мой этот радиоколокольчик для моей коровы дядя федор его в сторону отозвал и говорит матроскин я радиомаячок привез а стрелочный указатель я тебе позже передам не беспокойся он до лета сюда еще десять раз успеет приехать матроскин ужасно расстроился шареньку все в целости провезли а мне по частям почему-то папа тем временем стал все кругом осматривать он спрашивает у вас рис есть нет ответил матроскин только гречка папа вздохнул придется мне узбекской плов из грешневой крупы делать а телевизор у вас есть есть вон он на шкафу стоит папа телевизор со шкафа снял спрашивает а что это у вас такая странная настроечная таблица кругами почтальон печкин говорит это у них не таблица это у них все паутина изросло у них на каждой кастрюле такая вот настроечная таблица имеется папа решил во что бы то ни стало телевизор наладить ведь в новогоднем огоньке сегодня мама Рима поет вместе с этим менеджером по колготкам когда папа об этом менеджере думал ему самому хотелось колготки на голову натянуть и с опасным оружием например с вилами в подвал к дому журналистов явиться для выяснения отношений но он себя быстро успокоил и говорит а у меня такая мысль есть прогрессивная а давайте мы к себе на новый год всех деревенских позовем всех простоквашинских а так у нас тут простоквашинских только осталось что бабка Евсевна с дедом Сергеем с горшки да бабка Сергеевна с дедом Александром за церковью говорит печкин да сторож шуряйка хромой с лесопилки ну который гармонист свадьбышный вот всех их и позовем ээээ все не придут шуряйка хромой ни за что не придет почему он стесняется он негром стал как так негром стал разве неграми становится 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 да еще как к нам морилку завезли венгерскую для мебели а он ее выпил за место спирта на одной гулянке на утро весь окрасился в коричневый цвет вот не пей что не попыня ха-ха-ха-ха да ну и пусть ладно пусть он коричневый все равно позовем говорит папа в нашей стране все равны независимо от цвета кожи он взял лист бумаги из своего чемоданчика и стал рисовать пригласительные билеты уважаемый дед Сергей с горшки приглашаем вас с супругой Евсевной на торжественный банкет встречу нового года форма одежды нарядная лучше всего приходить со своим стулом или с табуреткой встреча состоится в доме дяди Федора почему дядь Федора спрашивает печки а моя почта на что там помещение побольше будет там можно даже танцы устроить а телевизор там есть спрашивает папа ведь мы должны нашу маму видеть ее будут из подвала передавать из подвала дома журлистов есть там есть телевизор мы все увидим и там большая елка прям перед окном растет папа все пригласительные билеты на почту переписал а печкин их быстро по адресам разнес потом они все кроме папы взяли все нужное и пошли на почту чтобы почту в зал приемов переоборудовать папа в избе остался ему надо было к празднику узбекский плов делать из гречки неприятности в подвале дома журналистов в подвале дома журналистов было очень светло и много музыки кругом были участники художественной самодеятельности один участник был художественнее другого это были пластичные ребята и девушки из самодеятельного цирка они были все в блесках купальниках а некоторые были только в блесках потому что купальники у них были незаметные совсем незаметные под свет загара они принесли огромное количество резиновых гирь мама взяла одну резиновую гирю и упала потому что гиря была настоящая там еще были певцы во фраках на прокат один певец например мог в своем фраке как в дачном туалете вертеться потому что такой большой был у него фрак но пел он прекрасно он пел известную арию не счесть алмаза в каменных пещерах ну и так далее а танцоров всяких украинских испанских молдаванских и цыганских было столько что они весь дом журналистов заполнили от подвала до чердака и все везде все репетировали одних кадрили репетировалось три подмосковная подпсковская и под санкт-петербургская мамина аккомпаниаторша менеджер по колготкам тетя Валя так волновалась что ноты с песнями вместо пригласительного пропуска на входе милиционеру отдала одежурный милиционер сам так волновался что он эти ноты вместо пропуска взял и вот режиссер грамматиков ответственный за концерт закричал внимание на начало трансляции осталось два часа начинаем прогон прогон это не тогда когда прогоняет ненужных людей а тогда когда идет последние репетиции подряд от начала до конца операторы схватились за камеры осветители за фонари прозвучали фанфары и концерт пошел вернее не концерт а репетиция концерта песни сменялись гирями гирикабилями кадрили художественным чтением маме дяде Федору было интересно и страшно и вот очередь дошла до нее ведущий программы такой манекеноподобный гражданин масленков таким специально объявлятельным голосом говорит выступает продавец отдела женской галантереи и духов певица Римма Свекольникова мама из застенчивости свою первую фамилию назвала еще до папину что вы будете петь спрашивает маму манекеноподобный масленков я буду петь песню времен отечественной войны смуглянка это любимая песня моего мужа ну это же совсем не новогодняя песня говорит ведущий да согласилась мама но мой муж ее очень очень любит ну хорошо хорошо сказал ведущий раз так пойте простите кто вам будет аккомпанировать мама ему прошептала на ухо а он громко объявил аккомпанирует менеджер по колготкам из того же магазина валентина арбузова а валентина арбузова аккомпанировать не может она ноты милиционеру отдала пришлось номер мамы песню смуглянка снять и временно заменить танцем народа в сибири мама даже в сумочку полезла за платком слезы утирать видит в сумочке какой-то сверток лежит валя тихо говорит мама своему менеджеру по колготкам смотри мне кто-то в сумочку мину подложил кажется тут к маме режиссер арифметиков подходит и говорит нам в нашей новогодней программе обойтись без вашей песни никак нельзя я вам выделю нашего лучшего пианиста диму петрова идите с ним и репетируйте он без всяких нот любую музыку может играть его ноты только обижают ну мама про мину забыла сумочку на своего менеджера по колготкам оставила и бегом в репетиционный зал новый год в простоквашино вся деревня была погружена в метель и снег в новогоднюю морозную ночь ни огонька и только почта почтальона Печкина вся светилась с ног до головы перед почтой стояла наряженная живая елка на ней висело все что можно было отнести к игрушкам блестящие банки из-под пива игрушки сделанные из серебряной фольги конфеты а внутри почты стоял длинный стол составленный из нескольких столов покрытый зеленой скатертью время приближалось к двенадцати постепенно стягивались участники банкета бабушка Евсеевна с дедом Сергеем с горушки девушка Александр с бабушкой Сергеевной из-за церкви и все приходили в валенках замотанные платками со своими стульями и с горячими чугунками с едой скоро и папа пришел котел узбекского плова принес из грешневой крупы ждали только хромого гармониста Шуряйку с лесопилки все волновались придет или не придет придет не придет придет не придет все-таки очень интересный человек во-первых гармонист во-вторых негритянско-русской национальности наконец Шуряйка прихромал пришел ура гармонист гармонист был очень коричневым и очень нервным от застенчивости он все время играл на гармошке и смотрел в потолок папа усадил всех за праздничный стол и сказал дорогие друзья простоквашенцы беритесь за бокалы с шампанским сейчас начнется самый торжественный момент по телевизору будет петь наша мама и наконец-то мы увидим менеджера по колготкам он хотел сказать наконец-то увидим сюрприз который она нам готовила а сказал про менеджера гости взялись за бокалы с шампанским они никогда не видели менеджеров по колготкам и им очень было интересно узнать что же это такое по телевизору уже показывали подвал дома журналистов и всех участников будущего концерта как дядя Федор матроскин и папа не всматривались не видели они мамы Римы папа сразу привнул где же где же их мама и тогда он сказал дорогие гости у меня настроение такое ах давайте песни петь и тут все участники банкета как обрадуются они не знали куда руки ноги девать чем надо узбекский плов есть вилками ложками или половником а то там дело предложили привычное дело и папа запел как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад там смуглянка молдаванка собирает виноград я краснею я бледнею захотелось вдруг сказать станем над рекою зорьки летние встречать и они все как запоют раскудрявый клен зеленый лист резной я влюбленный а измущенный пред тобой клен зеленый клен кудрявый раскудрявый резной так здорово получилось и вдруг все услышали красивый женский голос как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад там смуглянка молдаванка собирает виноград я краснею я бледнею захотелось вдруг сказать эх хорошо поют во даже ветер подвывает сказал кот матроскин это крыша звенит сказал печкин это домовые веселятся сказал дед александр из-за церкви это мама поет закричал дядя федор смотрите вот она в телевизоре и тут в окошко почты кто-то постучал и вошла мама в лыжном костюме и с рюкзаком рядом с ней была большая тетя вся в вязаном лыжном костюме и свитер вязаный и шапочка вязаная бедные печкин от удивления так глаза вытращил что они чуть на пол не попадали он говорит смотрите товарищи до чего наша техника дошла вашу маму тут и там передают папа от удивления как язык проглотил не поет не здоровается а мама объяснила это не техника дошла это я сама на лыжах дошла до вас знакомьтесь сказала мама и показала навязанную тетю это валя арбузова менеджер по колготкам с выражением так посмотрела на папу диму и добавила наш менеджер по колготкам дядя федор бросился к маме на шею папа стал целовать тетю валю арбузову а матроскин спросил мам а как вы нас в такую погоду нашли ведь на станции 4 километра с угробами по запаху говорит шарик я например такой плов узбекский из гречи и за 5 километров отыщу по радиомаяку сказала мама смотрите какой я приборчик у себя в сумке нашла я его сначала за мину приняла хорошо что к нему записочка прилагалась разобрались она показала всем радиоуказатель который коту матроскину для мурки приготовили и записку записка была такая мама это указатель радиомаячка который мы купили для коровы мурки приезжай к нам в простоквашино на последней электричке указатель покажет тебе дорогу я включу маячок мы тебя ждем твой сын дядя федор ну а дальше такое веселье началось какого в простоквашино никогда еще не было все стали друг с другом целоваться только с почтальоном печкиным никто целоваться не хотел у него усы кусачий он со своей лизучей шийцу целовался папа угостил всех своим знаменитым пловом из гречки а потом потом папа и мама опять запели любимую свою песню и все ее подхватили а потом на рассвете заглянул соседний сад там смуганка молдаванка собирает виноград я краснею я бледнею захотелось вдруг сказать стань над рекою зорьки летние встреча раскудрявы эх я бы вам сейчас ее сам спел но я как и многие из вас никогда не запоминаю слова песни до конца и тут часы стали бить двенадцать раз бом 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 простоквашина новый год пришел а значит нашей истории конец вот и все и работа в Субтитры создавал DimaTorzok